Тема сегодняшней передачи нестандартна о литературе и не литературна о стандарте. Любой разговор о литературе в нашей стране – это не только и не столько разговор о книге и писателях, о поэтах и читателях. Что же еще интересует нас в этой теме? Обсудим с гостями передачи «Городской университет». Здравствуйте, уважаемые гости! Разрешите вас представить. Ирина Мурзак – профессор Московского городского педагогического университета, член жюри Пушкинского конкурса для учителей-словесников за рубежом. Владимир Козлов – писатель, кинорежиссер. Любовь Титова – учитель литературы школы 1788, кандидат филологических наук. Надежда Малая – ученица 10 класса Московской школы номер 57. Споры о том, что есть, допустим, школьный предмет литературы, не утихают. У нас недавно было заявление руководителя Федерального института педагогических измерений о том, что меняется стандарт единого государственного экзамена по литературе. И, конечно, нам здесь в стенах образовательной организации весьма любопытно узнать ваше мнение об изменениях в изучении литературы, о каких-то, может быть, нестандартных подходах. Поэтому давайте, собственно, об этом сегодня и поговорим. Но первый вопрос у меня немножко не об этом. Какая была любимая книга у вас? Читали ли вы когда-нибудь что-нибудь не из программы? Вот как у вас с этим складывалось? Только ли школьная программа или были какие-то свои интересы? Ирина Ивановна. Ну, филологу, который всю жизнь преподает литературу, очень сложно отвечать на вопрос любимая книга. В детстве, конечно, были. Вот из всей школьной программы, хотя это, может быть, и не школьная программа, я сейчас уже не вспомню, Мартин Иден. Потому что есть книги, которые делают тебя как человека. Вот, например, известную фразу, которую приписывают часто Бродскому, но она на самом деле гуляет и в интернете, и в культурном пространстве, чтобы прослыть образованным человеком, нужно прочитать 10 книг. Но для того, чтобы знать эти 10 книг, нужно прочитать тысячи. Знаковые книги, конечно, были. С детства очень люблю стихи, люблю Эдуарда Осадова. Это тот поэт, который сформировал меня. Люблю «Мастера и Маргариту», понимаю, перечитывала много раз. С удивлением узнаю, что некоторые читатели не понимают этого произведения. И, может быть, даже в чем-то его отвергают. Аспирантуре увлеклась Умбертека и интеллектуальными романами. И сейчас это мой круг чтения. Здорово, интересно. Владимир? Ну, я учился еще в советское время, в далеко не самой лучшей школе. Но, честно говоря, школьная программа литературы, она скорее меня отталкивала от литературы. К счастью, в школьной библиотеке обнаружилось полное собрание сочинений Джеймса Феннемора Купера. И я вот в классе в пятом это читал. А когда я был в девятом классе, уже начался бум перестроечной литературы, толстые журналы. То есть от «Детей Арбата» до каких-то других произведений уже, в том числе забытых. Я читаю как по программе, так и вне. И вот что я поняла, что книги, которые мы читаем по программе, они уже давным-давно не воспринимаются подростками так, как ожидалось бы от учителей. Потому что ожидается, что мы будем вычитывать из них то, что вычитал бы взрослый человек. Учителя ждут то, что мы будем читать книги как взрослые, понимать это с их опытом. Мы это перекладываем на свой опыт. И поэтому и появляется эта формулировка, что подростки не так поняли книгу. На самом деле они её поняли так, они поняли её по-своему, они поняли её для себя правдиво, но это не состыковалось с правдой учителя. Мне кажется, что в произведениях, чем ближе к нашему времени они написаны, тем острее мы ощущаем те этические вопросы, которые у них поднимаются, те проблемы, которые в них обсуждаются. И именно поэтому произведения, написанные в 21 веке, похожие с сюжетом схожим, с произведением, написанным в 17 веке, мы поймём лучше. Как точно говорит Надя. Потому что когда приходят студенты на первый курс, а мы работаем с филологами, мотивированными студентами, единственную книгу, которую они прочитали от корки до корки, из школьной программы, это «Мастер и Маргарита». Мы легализовали пересказ, и поэтому существует краткое чтение, какое угодно чтение. Это требует ЕГЭ. Но когда они берут в руки «Мастера и Маргариту», они находят то, что подсказывает им их сердце, их душа. И поэтому я совершенно согласна с наблюдениями Нади относительно круга чтения. У меня возникает тогда следующий вопрос. Ну, хорошо это или плохо, но обучение у нас в стране стандартизировано, так или иначе, в большей, в меньшей степени. Вот давайте попробуем сейчас как бы ответить для себя на вопрос. Есть ли вообще такое понятие «дети должны прочитать»? Если должны, вот что мы в это должны вкладываем? Здесь я бы хотела сказать, что дети должны читать, а не прочитать. Потому что чтение – это то, что развивает фантазию, развивает мышление, создаёт ту логическую картинку мира, которая каждому ребёнку необходима. Они должны в первую очередь самим себе. Потому что если ребёнок не читает, только опирается на телевидение, опирается на кино, он ворует у себя возможность развития. Школьная программа, она сужает кругозор, она опирается на классические образцы, которые мы, учителя, разобрали уже 10 миллионов раз. Это то, в чём мы плаваем, как рыба в воде. Но дети – это представители уже другого поколения, они видят многое иначе, чем мы. Классический пример. Я вспоминаю всегда своё детство, свою замечательную, многоуважаемую учительницу по литературе. Она мне поставила двойку за сочинение «По грозе». Просто потому что моя точка зрения на Катерину не совпала с классической. Я не считала её лучом света в тёмном царстве, я обосновала свою точку зрения. Но поскольку это не было в рамках её восприятия, не было в рамках традиционного восприятия, мне поставили неудовлетворительную оценку. Стало быть, проблема и тогда была. Это проблема, которая возникла уже очень давно. Нельзя сказать, что это что-то новое. Школьник готов выступать новатором. И он будет заявлять, например, что Татьяна Ларина не идеал. Он может это заявлять, если для него Татьяна Ларина не идеал. Но он будет неправ, если он скажет, что она не идеал для Пушкина. И вот когда мы говорим о том, как мы преподаем литературу, менять надо, мне кажется, не школьную программу, а систему образования, в первую очередь педагогов, которые придут в новую школу, к новым детям, которые очень много читают. Ну, другую литературу. Ну, тогда у меня возникает вопрос. Хорошо, вот вы, как вузовский преподаватель, видите, что что-то меняется в программе, допустим, подготовки учителей. И как здесь тогда, какие нужные перемены? Но это зависит не от того, что нам регламентирует министерство образования или предлагает, допустим, наш университет. Здесь все зависит от инициативы тех, кто преподает. И есть преподаватели, которые дают такие интересные методики, такие образцы анализа, что студенты понимают, вот за ними надо идти. И это очень правильное решение. Потому что если он на первом курсе встретил хорошего педагога, он будет с ним писать диплом, и в конечном счете он будет высококвалифицированным филологом, но он не пойдет в школу. Но в моем опыте выпускники устраиваются куда угодно, если они были талантливы. Хорошо, если идут в университет преподавать. Но не в школу. Ну а действительно ли так все в школе зажато? Действительно ли? Наверное, все зависит от позиции администрации, потому что мы люди подневольны. У нас в школе, слава богу, культивируется относительная свобода педагогов. Наша школа носит статус школы новых технологий. Мы всячески стараемся применять новые методики, новые технологии. В частности, в августе мы прошли курс обучения по технологиям смешанного обучения. Сейчас это внедряем в практику, в том числе и преподавание литературы. И здесь нам дана относительная свобода, как преподавать и что преподавать на литературе. Я очень часто обсуждаю данный вопрос с одноклассниками. И моя школа, она очень либеральных взглядов. И это мягко говоря. И мы в рамках нашей условной школьной программы мы разбирали повелителя мух и убить пересмешника. Нас учили писать рецензии на фильмы. Нас вообще учат очень многому. И это то, чему не учат, наверное, в большинстве других школ. Но даже в моей либеральной школе у нас все равно есть какие-то рамки, за которые мы не можем выйти. Произведения, которые мы не можем избежать. И касательно этих произведений учителей все равно есть какая-то уже позиция, которая стандартизирована государством. Как, например, мы недавно обсуждали с Ириной Ивановной, что преступление и наказание мы разбираем с единственной целью, чтобы все дети поняли, что никакое преступление, оно не оправдывает средств, которые на него ушли. И никто не углубляется дальше. Главное, чтобы... Получается, что, ну, как я понимаю, во многих школах сейчас уроки литературы это стали такого рода конвейерным механизмом, который выпускает одинаковых детей, у которых есть просто правильные стандарты. И как будто вот, прочитав эти книги, дети по мановению волшебной палочки вдруг станут примерными гражданами, которые не будут совершать преступления и так далее. И уроки литературы, они уже перестают быть уроками литературы, где учат смаковать текст, где учат подмечать какие-то параллели между авторами. Это просто уроки, на которых тебе нужно написать сочинение, что ты понял то, что до тебя хотел донести учитель, даже если это ложь. Школьная программа по литературе, она должна выполнить две противоположные задачи. Одна задача – это дать некую минимальную базу, ну, которая дается на всех других предметах, условно говоря, вот, чтобы человек, выходящий из школы, знал там вот таких-то авторов, такие произведения. А другая задача – это действительно заинтересовать учеников, чтобы они полюбили литературу, чтобы они полюбили читать. И вот эти – это две противоположные задачи, которые поэтому и нельзя решить. Преподносятся не факты, в отличие от точных наук, а навязываются интерпретации. Навязываются интерпретации каких-то произведений. Это, естественно, это все соответствует программе, того, что требуется. Ну, вот как Надежда говорила, а с точки зрения любви к литературе, интереса к чтению – это очень большой минус. Это далеко, да. Это негативно. Это далеко. А это, знаете, почему, Надюша, прости? Потому что только у нас в стране литература и искусство. У нас литература – не искусство. Вот если бы мы отказались этого разделения, а формулировка в целом ряде документов – литература и искусство – как разводится, как понятие, потому что литература была призвана воспитывать. Да, она носила идеологический посыл. И вот именно от идеологического посыла, если мы откажемся, все будет по-другому. Действительно, литература не обязательно должна быть уроком идеологии. Я когда спрашиваю у взрослых, почему вообще нам введен примет литературы, и что он нам дает, ну, если коротко, учителям литературы такой вопрос задавать, ну, по моему опыту, опасно. Скорее всего, это закончится выговором, и ты не получишь никакого конкретного ответа. А вообще взрослые говорят, что вот это какое-то единое самосознание дается, какая-то культурная база, но дело в том, что, как мне кажется, самосознание, оно к нам приходит из нашей истории. Мы русские не потому, что мы знаем, кто такой Раскольников, а потому что вот это народ, который зарождался так долго на этих землях, и у нас какие-то общие исторические факты. И то, что ты не знаешь, кто такой Раскольников, не обязательно не делает тебя русским. И почему ты вообще должен знать, кто такой Раскольников, и еще и быть согласным, то, что все с ним действительно было справедливо. Почему ты вообще должен поддерживать эту позицию, если ты с ней не согласен, и почему это перестает делать тебя таким же членом общества, как всех остальных? Я сделала небольшой подсчет. На 2010 год Google подсчитал, что написано порядка 130 миллионов книг. Там было 129, но сейчас, спустя 7 лет, я думаю, что можно смело заявлять, что 130 точно есть. Я отбросила 80% как те книги, которые не переведены на русский, как научные рефераты, как то, что не подходит школьникам по контенту, и осталось какое-то количество книг. Так, филолог Жорж Пальти вывел 36 основных сюжетов литературы, которые абсолютно все повторяются, каждый из которых он расписал. Их всего 36, и это число, которое еще никто не смел оспорить. Это число, к которому раньше приходили и Аристотель и Гюго. Если разделить получившееся число на 36, у нас получается 700 тысяч книг на каждый сюжет. Почему из всех этих 700 тысяч книг на каждый сюжет мы проходим по одной, и то, причем не затрагивая каждый сюжет? Сюжетов всего 5. Об этом говорил еще Борхес, и бог знает, когда. Даже если 5. Даже если 5. Тем более у нас число возрастает. Почему мы из всех письменных текстов, из этого великого множества, выбираем лишь несколько, проходим только их, год за годом, не меняясь, и с единой позицией. Вот давайте так. Смотрите, что я сейчас вижу. Что из начала нашего разговора складывается ситуация, когда мы тут с вами не отвечаем на вопросы, а их ставим. Что само по себе хорошо. Но давайте попробуем сейчас все-таки постепенно немножечко ответить, исходя из нашего с вами опыта. Ну вот первое, что мне точно хочется, если, коллеги, вы не против, я все-таки тоже скажу, как минимум как преподаватель. Первое, что мне хочется сказать, что в самой по себе установке учителя воспитывать ничего плохого нет. Это нормально. Не зря же у нас сейчас позиция, и у родителей в том числе, они привели в школу, на самом деле, ребенка, чтобы его там и воспитывали тоже. Когда я учила, я историк, но когда я учила историю в университете, нам строго-настрого запрещали читать литературные произведения, смотреть фильмы, говорить слово «если бы» и так далее. То есть в истории это было недопустимо. Сейчас я совершенно по-другому к этому отношусь. Более того, я иногда обращаю своих студентов к тому, чтобы они посмотрели тот или иной фильм, прочувствовали обстановку, которую показали в этом фильме, потому что это тоже любопытно порой бывает. Точно так же, мне кажется, и в литературе. Вот давайте здесь посмотрим. Я сейчас даже и не говорю, хотя если у вас есть что сказать, с удовольствием мы послушаем о технологиях в буквальном смысле слова, то есть как нам компьютер помогает, как нам сайты помогают, как что. Вот давайте сначала о технологиях. Этот вопрос здесь прозвучал. Особенно из уст любови, потому что школа новых технологий, это звучит гордо. А вот как, Любовь, расскажите, какие технологии? Наверное, в преподавании литературы лучше всего играют метапредметные связи, когда урок литературы выходит за рамки анализа и разговора о конкретном произведении, потому что это действительно превращается в пропаганду той или иной точки зрения. Здесь еще мешает, естественно, учительская позиция, потому что один автор учителю нравится, другой не нравится, и невозможно заставить ребенка любить произведение, которое нравится тебе, и разлюбить то, что не нравится ему самому. Я не ограничиваю детей в круге чтения, я им даю тематические направления, по которым они вольны выбрать книги сами. Ну, в недавние каникулы задания мои ребята получили такое. Нужно было прочитать одну книгу, одно произведение, основанное на реальных событиях, одно фантастическое произведение, стихотворение о дружбе, статью об известном ученом и книгу, которую любили в детстве их родители. И этим заданием, соответственно, покрывается очень большой интересный материал. Во-первых, я смотрю, что читают дети, это обратная связь, я могу проанализировать, что им интересно. Во-вторых, они начинают общаться со своими родителями, а все-таки общение с родителями немножечко уходит для детей на второй план, потому что сейчас есть интернет, есть социальные сети, там интересно, там много новых знакомых, а родители все время рядом, но почему-то общаются мало. И оформляли они результат своего чтения в виде читательских карточек. Мы на первом этапе создали выставку, на втором этапе провели круглый стол. Ребята заинтересовались, поделились друг с другом советами и прочитали книги, которые интересны одноклассникам. Мне еще это помогает, как и классному руководителю, укреплять коллектив. Еще один эффективный метод, он не нов, он старый достаточно. Это когда мы совмещаем в уроке литературы преподавание с другой дисциплиной. Первый суд над героем. Метод действительно очень старый. Вот я этого метода боюсь страшно. Но как можно устраивать суд над героем? Детям на самом деле это очень нравится. Это ужасно. Мы скооперировались с преподавателем общества знаний, он преподает им правы. Простите, но сразу получается, герой человек, а герой относитель идеи. Вы нарушаете законы литературоведения тем самым. Как можно судить героя? Послушаем, может быть, тут что-то... Мы проводили с ребятами суд над чиновниками города М и с пьесой «Ревизор». Дети были в полном восторге, потому что они, во-первых, очень хорошо прочитали текст, им нужно было найти реплики, из которых можно было создать, считайте, что новое художественное произведение, которое мы бы назвали в суд над чиновниками города Н. Первая задача была решена. Они прочитали этот текст от начала до конца, они его переработали, создали собственное произведение и разыграли это театрально. И, в принципе, к нужным выводам о том, что... К нужным. Смотрите, как опасно нужно. А ваши дети смотрели спектакль «Замечательный ревизор» в театре Ермоловой? Нет, театр Ермоловой. Вот обязательно сводите, потому что там нет ни одного слова, только движение. Но Гоголь слово в слово. Удивительно, когда изымается текст, а только посредством пластики передается и ироническое, и комическое, и я не могу произнести этого слова «суд над чиновниками», но школьники, которые были в это время в зале, мы сначала были напуганы, потому что очень много детей пришло, опять пригнали, кошмар. Я потом в конце спросила, вы читали текст? Все школьники ответили, что да. И второй вопрос, вам понравился спектакль? Они говорят, очень. Поэтому вот это тоже технология, да, через другие виды искусства. Мы ведь тоже не знаем, что делать со студентами. Лекции они не могут слушать полтора часа, не могут, физически не выдерживают. Нужна визуализация. Я говорю, вот, ребята, Пушкин, бренд, тренд, контент. Прелестно. Возмучительно. Возмучительно. Именно они должны доказать, что Пушкин бренд, что Пушкин тренд, ну и, соответственно, потом уже контент. Вот получается, со студентами получается. Но с точки зрения, скажем, классического литературоведения, это тоже возмутительно. Ученики девятых, десятых классов, вообще школьники, они не знают каких-то законов литературоведения, и никто из них, читая какое-то произведение, не будет думать, что, а, герой, это идея. И мне кажется, что вот как задача учителя быть способным вот заинтересовать ребенка в произведении, это действительно работает. Это уж там, насколько это верно или неверно со стороны каких-то филологических взглядов и литературведческих, но вот как прием для учителя литературы, мне кажется, это очень действенно. Я тут в программе, прошу прощения, с пятого класса теория литературы, Надя, и поэтому художный текст это художный текст. И именно поэтому у нас литература не искусство. А если бы мы разбирали вопросы по этике, мы бы получали истинное удовольствие от произведения, зная его законы. А с пятого класса и жанры, и образы, и так далее, и так далее. Можно ли пробовать, допустим, не заставлять читать, ну, например, специально, во всяком случае, не требовать и вот прям вот не настаивать на этом, а вот не заставлять читать, а, например, сказать, а давайте посмотрим фильм. Еще как! Я хочу сказать следующее. Русскую классику можно комментировать художными текстами, потому что целый ряд экранизаций у нас восхитительны. Но у нас ведь в школьной программе есть зарубежные тексты. Вот хорошо, Надя учится в спецшколе, а там, где дети не могут читать оригинал, они сталкиваются не просто с периодом, а с другой книгой. Всем известен роман Сейлинджера над пропастью воржи. Так вот, роман в версии Райда Ковалевой это удивительное произведение в духе Федора Михайловича Достоевского, но это совсем не Сейлинджер. И вот тот, кто знает английский, с этим согласится. А им же надо читать и знать и Раблея, и Дон Кихот Сервантеса и целый ряд других зарубежных авторов. И вот в этом случае я думаю, что лучше смотреть фильм по этой книге, но снятой той культурой, где этот текст был написан. Если это красное и черное, то это должна быть версия французская. Понятно. Потому что их национальный космопсихологус этот текст прочтет так, как это ближе всего мог воспринимать автор. Мы с вами обсуждали преступление и наказание, что мы не заходим в обсуждение произведения дальше, чем вот та идея, которую все дети должны так или иначе осознать перед выпуском из школы. Мы не обсуждаем вот эту гармонию числа сей, мы не обсуждаем какие-то параллели с Библией. Если все, что нужно, это чтобы дети поняли вот эту какую-то житейскую истину, что преступление не оправдывает средства, неужели для этого не хватит просмотра фильма, который классическая экранизация, именно классическая, с которой будет согласен учитель или государство, это сохранит несколько часов уроков литературы обсуждения слова за слово этого произведения и вот объяснение детям, что нет, вы пришли не к правильной идее, на самом деле она такая. В то время, как посмотрев фильм, дети осознают то, что вы хотите им сказать моментально, они это сделают за два часа, и в принципе цель будет достигнута. и еще есть очень интересный сценарист и режиссер Роберт Маки, и у него есть позиция, что фильм, он приводит так называемое мгновенному осознанию, потому что идет, когда ты читаешь книгу или сталкиваешься с чем-то в жизни, то у тебя потом уходит какое-то время на осознание чего-то. Ты еще долго перевариваешь, ты осмысливаешь какие-то события, произошедшие, только потом, то есть сначала приходит эмоция, а потом уже спустя какое-то время приходит осознание. При просмотре фильма эмоции и осознание сталкиваются вместе, и получается такое мгновенное погружение, и получается, что полтора часа фильма и восемь часов уроков литературы, они приравниваются, но вот только ребенок выходит с более яркими впечатлениями, он запоминает то, что вы так хотите ему донести, и он не будет потом ненавидеть это произведение, как то, что его заставляли мучить и читать, и потом у него, возможно, появится интерес к его прочтению. Почему произведения, которые проходятся вот именно ради каких-то истин и фактов, которые дети просто должны осознать, почему их не заменить на просмотр фильма? Мне кажется, вообще не может быть правильной, неправильной интерпретации, что основное движение должно быть в сторону собственного, собственных размышлений, обсуждений, интерпретаций. И, естественно, я согласен, что любая экранизация это авторская интерпретация этого режиссера, то есть что в театре, что в кино. Конечно, там можно сколько угодно говорить, там это не Пушкин, это не Грибоедов, это не кто угодно, но это и не должно быть, это другое. Это совершенно другой медиум, то есть аудиовизуальный. Предлагаю вернуться на грешную землю. Вот так вот возьму я и опущу нас всех на грешную землю. А именно, так или иначе, к вопросам стандартизации нас приводит такая сущность, как единый государственный экзамен. Как здесь быть? То есть нам сейчас предлагают, вот Решетникова недавно выступала и говорила, что будем пробовать просто давать возможность высказаться, уйдем, опять вот это очень я не люблю для истории, это точно не подходит, уйти от угадайки. Не знаю, как там, что, где можно угадывать, либо выучил и ответил, либо не выучил и не ответил. Ничего ты там никогда не угадаешь. Так вот, как нам свести это все? Хорошо, мы хотим, чтобы ребята высказывались, мы хотим формировать у них свободное мышление, значит, давайте переходить к другому формату экзамена, но сможем ли мы объективно оценить то, что нам ребята в этом Киме напишут? Если говорить о том, что мы сейчас живем в эпоху гос. второго поколения, то мы должны помнить, что личностные метапредметные результаты изучения любого предмета, не только литературы, всегда опережают предметные. Они сейчас и государством, и Министерством образования выдвинуты на первый план. Я считаю, что учитель, я это стараюсь воплощать в своей практике, должен формировать у ученика вот эти универсальные учебные действия, правильно читать, видеть сигналы текста. И в этом смысле неважно, разбираем мы Робинзона Круза, Даниэля Дефо или Голдинга Повелитель Мух. Да. Вот меня немножко смутило слово правильный. Вот здесь есть ответ. Сигналы текста. Кто может быть каким-то таким судьей в данном случае, который решает, что вот это действительно то, что закладывал автор, это действительно расставленные сигналы, и нет ли здесь риска скатиться просто каким-то стандартным набором, интерпретациям вот этого лирика. Поддерживаю. Есть ли мне сигналы, которые связаны с законами литературоведения, да, коллега? Это определение жанра, если мы говорим о ЕГЭ, это определение героя, главной, второстепенной. Если лирика, то там тоже очень много моментов, которые неоспоримы, ну, например, размеры, рифма. А ужас-то в том, что когда мы анализируем, например, лирику, если школьник определил, что это четырехстопный ямп, он указал какая-то женская или мужская рифма, но не сказал зачем, вот что грустно. А именно в этом и заключается работа педагога. И это будет правильно или неправильно. Это абсолютно измеряемо. А мы не говорим о содержании, мы говорим о форме. Вот это, кстати, интересно. Очень спасибо большое за это. То есть есть все-таки какие-то вещи, которые мы можем, ну, опять, извините за это слово, все-таки стандартизировать и понять. То есть здесь вот встает вопрос качества кима самого вот этого материала, который будет измерять эти знания. Правильно я понимаю? Как мне кажется, в наше время сейчас учитель, он должен уже занимать позицию не человека, вступающего в диалог с учеником, а человека, провоцирующего диалог между учениками. Сейчас у нас эпоха уже не сочинений, когда ты доказываешь что-то учителю, а это эпоха Ютуба, это эпоха видеоблогов. Нужно уметь говорить, нужно уметь обсуждать что-то со сверстниками. И мне кажется, что очень важно, чтобы учитель давал детям навыки риторики и провоцировал их на диалог. Это наречивая деятельность, да. Надя сказала про сочинение. Вот ввели сочинение. Да, хороший вопрос. Да, я хотела его задать. Все помнят, что задача была метапредметная, чтобы ребенок выразил себя письменно. К чему свели? К литературе. Свели к литературе. Конечно. И получается, вот опять тот шаблон. Причем, если мы откроем любые сайты в подготовке к сочинению, мы увидим, надо начинать со слов таких-то, заканчивать такими-то. И самое смешное, когда предлагают выразить свою собственную точку зрения. Ну, во-первых, в таком возрасте какая там точка зрения и какие аргументы. А если он не приводит литературных текстов, то сочинение будет оценено очень низко. То есть вот само испытание, конечно, нужное, полезное, но к нему надо готовить особым образом. А, кстати, вот я хотела задать вопрос по сочинению, потому что это тоже несколько рядоположенные вещи. То есть вопрос не в том, что в сочинении нужно что-то обязательно написать, а в том, что само по себе сочинение является обязательным элементом. Да, пока еще там зачеты ставят за него, вроде бы оценка не идет, хотя в вузы, когда принимают, там оценивают ряд вузов по ряду позиций, свои критерии выбирают. Но сочинение является обязательным. Когда это вводили, там пытались говорить, что вот теперь-то, наконец, наши дети начнут читать, и они, наконец, научатся выражать свои мысли. И да, вот вы читали эти сочинения, вот какое у вас от них именно впечатление? Потому что я читала, и у меня есть свое впечатление, но, конечно, я предоставлю сейчас слово вам. Ну, картина достаточно разноплановая. Есть дети, которые пишут потрясающие сочинения, но они не укладываются в стандарты, в схему. И здесь возникает наибольший ряд трудностей, как оценить такую работу. Здесь нет шаблона, есть творческий подход. Если мы посмотрим по критериям, это сочинение может оказаться провальным. Естественно, мы стараемся находить способы оценить этого ребенка максимально хорошо. И слава богу, что до сегодняшнего момента эта система зачет-незачет. Естественно, такой ребенок получает зачет, потому что он приводит хорошие аргументы из той литературы, которая не входит в программу. Когда вводился ЕГЭ, какая основная задача была? Уравнять шансы на поступление в ВУЗ. То есть делать срез, некий средний срез знаний. Но возможность выражать свои мысли, возможность их хорошо записывать, возможность побольше читать, это другие опции, на мой взгляд. Я не знаю, согласны ли вы со мной. И здесь не надо это стандартизировать. Быть может, там, где это нужно, там пусть это будет. И вот, как, допустим, даже в нашем ВУЗе, поступает человек на лингвистику или на филологию, вот там вычитают. И всю его точку зрения, и что он прочитал, и какую литературу он исполнял, вот там давайте. Всегда на уроках литературы находятся такие люди, которым интересно, которые принимают участие в диалоге с учителем, и это группа из человек пяти. А остальные сидят и скучают, потому что им не нравится, им скучно, им интереснее порешать задачки по физике и так далее. И мне кажется, что уже в старших классах дети могут вполне себе осознанно решить вообще, на что они хотят тратить свое время, как они хотят им воспользоваться, и чтобы и тогда и темп уроков литературы ускорится, потому что будут приходить люди, которые прочитали, которым интересно, и которые будут разбирать какие-то интересные вещи с учителем, и это будет происходить быстрее, больше, это будет тот самый диалог, и все будут приходить с вопросами и обсуждать с учителем между собой. А те, кому это неинтересно, смогут получать удовольствие от того, что им интересно. А у меня вопрос к Наде. Надь, а как вот вы думаете, в наше время, когда был еще абсолютный литературоцентризм, существовал такой спор лириков и физиков, и физики всегда знали литературу больше, лучше, чем лирики. Вот как вам кажется, почему тогда они имели очень серьезные достижения в области точных наук, но также прекрасно разбирались в поэзии, например, знали наизусть Вознесенского, Евтушенко, могли спорить, обсуждать, но о лирике знали только лирику. Ну, как мне кажется, потому что не было вот этого принуждения, о котором мы говорим, потому что они, будучи физиками, испытывали какой-то же интерес. Ну, сколько мы учились в советской? Ну, все равно они, условно, они были физиками, они знали, куда они идут, и они поэтому могли, условно, мне кажется, безнаказанно, что ли, испытывать какой-то интерес к литературе, читать и разбираться. А лирики – это люди, которые безнаказанные на оценки. Грузили лирикой. Интересно, да, хорошее. И, кстати, вот, если уж на то пошло, вот мы с вами там про вольности поговорили, про то, как, значит, мы должны относиться к тому, что хотят или не хотят дети. А давайте вот еще один вопрос обсудим, который тоже очень интересен, который сейчас и в прессе везде, и все-таки вот мы здесь кругами ходим. Это вопрос некоего списка. В Великобритании вот существует Шекспир, и кроме Шекспира в обязательном порядке там ничего больше не изучают. А мы мучаемся, значит, что нам в этот список включить, что из него исключить. Ой, а как же его не включить? А вот этого, а этот, чем хуже, чем вот этот? Почему мы у Льва Толстого берем не более подходящий для их возраста роман, например, «Воскресенье», а берем «Войну и мир», который вот, я помню, как я это читала, как мне не нравилась активно Наташа Ростова, что кроме Пьера Безухова я там и, значит, Маши Балконской я там вообще ни одного нормального героя не увидела и так далее. Понимаете? Вот что, как, откуда взять этот список, нужен ли этот список, почему мы его золотым называем? Для того, чтобы заинтересовать, научить читать, ну, научить не в прямом смысле, а чтобы люди просто читали сами. То есть, естественно, здесь, естественно, никакой список не нужен. Это будет, это будет только во вред. Но, с другой стороны, если вот школьная программа, она все-таки предполагает некий набор базовых, базовых знаний по разным предметам, там, физики, химии и так далее, то, наверное, некий список, по крайней мере, классических произведений и авторов, наверное, он должен быть. Почему мы проходим «Горе от ума», а не «Нормальное сердце»? Это пьеса, которая поднимает, ну, эта пьеса, написанная в прошлом веке, она поднимает очень острый вопрос спида. Ну, и она великолепно написана, и там действительно велико множество персонажей, и она экранизирована, она очень высоко оценена. Почему мы проходим то, что уже не актуально для нас, как жителей современного мира, почему мы обсуждаем то, что не относятся никак к нашей жизни, игнорируя те произведения, которые действительно нас как-то подготовят к окружающему миру. Мне кажется, что вот только задав эти вопросы, мы можем как-то сформировать новый список классики, и тогда, и вообще определить, что для нас классика. Относительно вот этого золотого списка, канона, для меня критерием является национальная самоидентификация. Вот, да. Серьезно, да. Мы ведь живем в таком мире, когда практически нет границ, культурных границ нет точно. И если мы оказываемся в Германии, в Соединенных Штатах Америки или еще где-то как носители русской культуры, нас обязательно спросят о Достоевском, о Толстом, о Чехове, о Чайковском. И вот эти тексты, они должны быть у нас внутри. Они должны определять нашу национальную идентичность так же, как у англичан Шекспир. Недавно были бурные споры, надо ли, не надо выбрасывать из программы «Войну и мир». «Война и мир» это русская Библия. Это Библия от литературы. Цитирую Толстого. Это не чья-то интерпретация. И поэтому, конечно, есть такие тексты, которые нельзя выбрасывать из программы, но все зависит только от учителя. Как учитель будет подавать этот роман «Война и мир» или вот для меня, кажется, в школе лучше было бы детство, отрочество, юность, севастопольские рассказы. Здесь и воспитание патриотизма, все сохраняется, и Толстой никуда не уходит. И если учитель талантлив, то будет успех. И дети будут читать, и дети будут любить свою национальную культуру и литературу. Я так полагаю, что с золотым списком вообще очень-очень большие проблемы. За долгие годы он разбух, как мне кажется, просто до неимоверных размеров. И действительно, здесь я вынуждена согласиться, может быть, даже к лучшему, надежды с вами, что там осталось очень много произведений, которые не отвечают уже запросам современности и тех реалий, в которых существует уже ваше поколение. Но тут уже, Ирина Михайловна, согласна с вами, что все равно костяк произведений, которые представляют нам русский мир и русского человека, должен быть. Место свое в мире как русского человека, как представителя русской культуры уже очень трудно найти. Относительно, да. Да, относительно трудно найти ученику, наверное, уже начиная даже с первого класса. Очень с трудом отвечают ребята на вопрос о том, что такой русский мир, что такая русская душа, и почему над загадкой русской души бьются из-за рубежа. Мне вообще всегда нравится, когда у меня после передачи вот как у ведущей ощущение, что я много всего интересного узнала. У меня сегодня есть это ощущение, я вам за него очень благодарна. Тезис о том, что дети не читают, скорее всего, очередная страшилка. Дети читают. Просто изменились технологии и способы чтения, источники любимых текстов. Главное, чтобы взрослые своим формализмом и канонами не отбивали вкус к слову и книге. Большое спасибо и до встречи в городском университете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова